Вернулись в город и идем к кузнецу с короной. Вернулись в город и идем кузнецов. Ты сможешь посмотреть. Да, и у меня печальные новости. Твой подмастерье убит. Эх, этот глупый мальчишка меня никогда не слышал. Но он был хорошим парнем. Спасибо за вести. Честно ответил крестоносец, что тяжелый и трудный будет путь, и скорее всего ты умрешь. Ответил честно крестоносец. Разобрали мы весь хлам. И Декарт Каин. Вижу, хочет поговорить. Нет, Хедрик Иммон вначале. Поговорить. Дед Хедрига. Расскажи мне о своем деде. Он был советником короля Леорика. Я мало о нем знаю. Мы с отцом жили в то время в колдеях. Дед, говорят, до самого конца оставался в тристраме, пытаясь хоть кого-то спасти. Не знаю, что из этого вышло. Но такие дела. Когда пал король скелет, деда смертельно ранили. Он завещал похоронить корону вместе с ним, чтобы она не попала в руки врагу. Он сделал то, что должен был. Да, он защищал корону. Мира ему. Ты так самозабвенно трудишься на благо великого дела. Это помогает тебе забыть о скорби? Твоего великого дела. Возможно, ты еще не нашел свое предназначение. Но каждому из нас нужно во что-то верить. Я верю в то, что эту броню нужно починить. Что ж, этого уже достаточно. Не буду тебе мешать. Письмо Миры Хедрику. О, милый Хедрик. Не отчаивайся, любимый. Ты сделал все, что мог. Я не могу описать словами то счастье, что мне довелось испытать с тобой. Но мы беспомощны перед волей судьбы. Ты должен быть сильным, чтобы покончить со злом, нахлынувшим на наш мир. Найди свой путь. Вот мое последнее желание. Твоя навеки. Мир. Да, последнее письмо жены Хедрику Декард Каин. Корона у меня. Наконец-то. Теперь ты можешь снять печать с двери в комнате, где ты спас меня, и войти в королевские гробницы. Когда найдешь короля скелета, возложи корону ему на голову и уничтожь его. Если это поможет мне найти упавшую звезду, я сражусь с ним. Отлично. Значит, преграждает. И маячок показывает мне идти снова в собор. Прошлись мы по кладбищу проклятых. Руины Тристрама. И снова идти в собор. Туда, где я спас Декарда Каина. Зал Леорика. Спуститься на второй уровень собора, открыв узорчатую дверь. И только с помощью короны эту дверь можно было открыть. Собор уровень 2. Собор, заполненный нежитью. Вызывал себе скелета в страж гробницы, скелет щитоносец. Вот он неупокоенный идет. А здесь летают... Детопыри. Огромный неупокоенный. Страшное существо из кусков тел. Соединенных кусков тел. Это что-то тогда напоминает нечто. Фильм, где они соединялись. Мне приходилось слышать о воинах Закарума, которых называли крестоносцами. И хотя местный народ был не слишком расположен к общению, мне удалось выяснить, что этот орден был основан 200 лет назад, как раз тогда, когда Ракис повел свою армию паладинов на запад. Но эти крестоносцы отправились на восток с совершенно иной миссией. История крестоносцев поддавливают меня не топыри падальщики. Здесь не топыри застрял между бочек и не может выбраться, заспаунился в неудобном месте. Так, убит. Непереведенный на русский фрикер громовой. Ослепление и удары. Убит. Рикер громовой, шлем. Отлично. В бочке сломано, он выбирается. Бьем не топыри падальщика и в бочке находился скелет. Находили чьи-то кости. Они восстали и пошли на меня. Отлично убиты не топыри. Вот она. Куда упала звезда. Будем пробовать игнорировать простых простых существ во выискиватилиток. Вот так. Придавило камнями. Стойка с доспехами. Перчатки. Но они плохие. Конечно, они плохие. Отлично. Урон еще повыше. Отлично, друзья. Спуститься на нижнем уровне собора. Не нужно спуститься вниз. Отлично. Вижу маяк. Спускаюсь вниз. Это, наверное, Леорикс-то или, так понимаю, король или советник Иммон. Не знаю, друзья. Так. Какой-то ритуал. Темные сектанты. Они что-то хотели сделать с этим человеком. Обратить его в кого-то. А теперь я вернусь к своей миссии. Воин. Кто ты, друг? Скоро узнаешь. Если поможешь мне найти мои доспехи и оружие, я щедро тебя вознагражу. Скажи, что привело тебя в это проклятое место? Хочу кое о чем спросить короля скелета. Я тоже. Показатель шипов вжится на 300. Нет, лучше щит. Не щит, да. Кара нет. Широкий размах. Нет. Пока оставляем так, как есть. Принцип доблести. Повышать скорость атаки крестоносца и его союзников на 30 секунд. Понятно. Отлично. Шамбу одержимый. Стремительность. Скорость. Скелеты прислуживки. Шамбу одержимый. Опасно, опасно, друзья. Умирать никак нельзя. Щит. Насмешка. Восстанавливаем гнев. Терпение. Прожимаем. Принцип. Для повышения атаки снова ослепление и удары ослепленных противников. Остались один на один. Метатель. Он также еще и призывает скелетов. Метает огненные шары. Ослепление. Шамбу одержимый. Метатель. Вызывает скелетов. Вот на таких монстров я постараюсь останавливаться. Потому что с них выпадает что там полезное, что можно надеть. К сожалению, с этих не было ничего. Нижние шкафы. Бочки. Трупы. Разбит. Весь разорен собор. Возможно, это разорили и искатели приключений, а возможно, эти мертвые приложили к этому свою костлявую руку. Сектанты тащили меня мимо этой мерцающей тесны. Откуда она взялась? Тут упала звезда. Сюда! Мое оружие! Он вырвался! Снова сектанты. Меня зовут Кормак. Я воин из Ордена Хромовника. Если ты ищешь короля скелета, то тебе не удастся избежать встречи с Йондором. Нам было бы разумно держаться вместе. Хорошо. Будем держаться вместе. Мои исследования указывают на то, что некий высокопоставленный духовник Закарума по имени Акану начал чувствовать, что Порча поражает самую суть его веры. Он понял, что рано или поздно это Порча уничтожит столь любимую им церковь и решил, что он должен действовать. После многократных молитв Акану пришла в голову идея создать Орден Крестоносцев то есть вот значит как Порча начала разлагать обстановку в церкви и создает Акан Орден Крестоносцев для защиты своей веры. Но и теперь и вера начинает тоже разлагаться. Наш путь преграждает темная магия. Но воля хромовника сильнее ее! Так. Йондар, некромант! Некромант-предатель! Теперь члены темного культа мои братья Корпак. Скоро силой, которым мы служим будут править этим миром! предал предал некромант своего друга Кормака и обратился к темным силам. Йондар. Яд использует и вызывает все, погиб! Прости меня магия темного культа сотмила мой разум. Предательство нельзя простить! Щит. Можно поговорить с Кормаком. Кормак. А, все, нельзя говорить, уже говорили. Предательство нельзя простить. Благодарю за помощь. Я отправлюсь с тобой на битву с королем скелетом, но при одном условии. Если мы найдем священные тексты моего ордена, то их заберу я. эти тексты не могут помочь возрождению веры Закарума, то они твои. Вперед! Сразим короля скелета! Да, останется Кормак со мной. Распределим сейчас навыки исцеления и исцеление. Все будет на исцеление направленного Кормака. Короткий кинжал, ну, конечно, урон будет ниже. Собор уровень 4. Вот по, если меня не изменяет память, он самый долгий и самый длинный из всех уровней собора и очень сложно найти здесь выход. Я попытаюсь найти его быстрее и не задерживаться здесь. Множество скелетов преграждает мне мой путь. Сборщик! Новый вид монстров, новый, но старый. старшок, взрыв, урон. Хорошо. Внутри в нем находятся бесята. Вот кто находится в сборщике внутри. Бесята, друзья. Своего рода беременные макабры, что ли. Моя цель это король скелет и мне не нужно останавливаться на каких-то скелетах других. Убью короля скелетов. Все остальные скелеты должны пасть. Мне нужно действовать быстрей. Действовать быстрей. Вот она бездна. Мерцающая голубая бездна. Обстановка становится все мрачнее. Крысы бегают. Снова призывают стража гробницы себе новых скелетов. Идем дальше. Етопырь падальщик. Я чувствую темная магия. Действительно темная магия. Что они делают? Что они делают? Они призывают скелетов. Нужно быстрее убить призывателей. Сборщик. снова уборщики. Отлично. Подходите и умирайте от взрыва своих же. Ослепляем как много врагов, друзья. Заполоним весь собор врагами. Хорошо. вызывали из этих костей воинов себе. Натиск. Рывок. Вносит противоположие. Рывок. В бою нельзя выбрать. Насмешка и очищение. Да что такое? Идем дальше. Где же ты? же? Хромовник. Рывок. Отлично. Самое сложное найти выход из этого лабиринта. Комната с макабрами. останавливаться здесь не будем. Железные ворота. Отлично. Отлично. Акан собрал самых преданных и закаленных последователей Закарума. Он обучил их пользоваться силой света, подобно паладинам из недавно основанного ордена. Но эти первые крестоносцы постигали такие силы Закарума, о каких паладины и не слышали. То есть крестоносцы они были куда искуснее. Мы проходим. Мы игнорируем врагов, мы ищем короля скелета. С врагами можно драться вечно. Сундук. И тут же появились защитники. Отличное повышение урона на 7%. Урон мне и нужен. Бесконечные лабиринты собора, друзья. Взрыв. Отлично. И маркер не появляется очень долго. Ищите выхот сами. Это мы делаем где вход на нижний уровень. На нижний уровень собора. Вам не повезло. Золото к нижней шкафу. Здесь тупик. Бесенок. убит. Ищем спуск на нижний этаж. Так. Люстра убивает сразу, потому что наверное тяжелая очень падает сверху, а удар мячом так не убивает сразу. Еще скелеты. Бесконечные скелеты. Где же спуск, друзья? Где же спуск? На еще больше нижний уровень. вот здесь неизведанная область. Скорее всего что-то будет там. Спуск будет там. Да, да, я прошел рядом, но его охраняют сборщики. Пять сборщиков. убить одного, остальное получит урон. Отлично ослепление. Но нужно быть крайне осторожным. Так. Взрыв. Еще один. двое. Отлично. Последний сборщик. Заставляют меня отступать. Заставляй. Со знаком льва. Отлично. Урон прилично поднял. Спускаемся вниз, не обращаем внимания на бесов. Пусть они бегают. Еще вниз. спускаемся все глубже и глубже, друзья. Самое подземелье гробниц. Скелеты выпрыгивают из своих склепов, чувствуют приближение живого организма. Меч Леорика. Леорик. подходите к нему. Это должен сделать я. Пусть смерть избавит тебя безумие, Леорик. Предатели, даже после смерти армия Хантараса будет повиноваться своему королю, даже если вы не будете. спроткнул. И прав оказался Леорик, даже после смерти армия будет повиноваться королю. и армия после смерти повинуется. Задействованная колонна, которая призывает мертвых вот пока он бестелесный король Леорик. После того, как мы наденем на него корону, он обретет тело. Мы проходим. Не стоит останавливаться в этих колонн. Нам нужен только король Леорик. Это лишь его прислужники. Они нас не волнуют. Абсолютно. Так. Кипитр Песца. Лазарь настаивал на том, чтобы перенести перенести столицу в этот три страны. Зачем Лазаре переносить столицу? Хватит ли у меня силы сейчас, чтобы одержать верх над королем скелетом? Склеп короля скелета. какой рон 480 меня никому не победить! ты был побежден в тот самый момент, когда поддался безумие. Когда поддался безумие, был побежден. Седует корма. Рушит мост и закрывает перед нами дверь Леорик. Значит, он боится, он боится и не хочет встречаться с нами. и пытается препятствовать пытается препятствовать тому, что мы придем к нему. А вот и первый босс этой игры Король Скелет. Он сидит без короны. Корона у нас, надеваем корону на него. Убить Короля Скелета. Доспехи подкинулись все на него. Он берет свою палец. Призыв скелетов. Уклонение. Даю мне опыт за убийство этих призывных существ. Могу ли я нафармить себе набить вот этот чуть-чуть недостающего опыта доля уровня? Нет, не могу. огнуш огнушать его. Ах, у него не восприимчивость к огнушению. Сильно, сильно король Скелет. Есть, получается огнушение, получается. не восприимчивость у него послеплению. Нет. Появляется. опасно его эти атаки. Скоро потеряешь половину крови король скелета. Использует огнушение, отлично. Каст не удался у короля скелета. Не сейчас. терпение. Кормок очень сильно помогает леча меня. Восстанавливаемое здоровье. Больше половины здоровья. Ну, в принципе, убить он меня, наверное, не может. Только сам очень сильно живучий. А лучше не срабатывает. убить он меня не сможет, я так понимаю. Только сам тянет время своей излишней живучести. Это все дань уровню сложности эксперт. Ну, еще чуть-чуть, раз, два, три. Меньше четверти здоровья короля скелета. Ну, неплохо. Сейчас продамажу. Все-таки загнул он в угол и остается сражаться в углу. Я ему не даю никуда выйти. Еще чуть-чуть. обезумевший король трестрам король скелет. Скоро твое правление закончится, Леорик? Закончится в этот раз навсегда. Все. надержан верх поиск предметы. корона корона Леорика я так полагаю. Корона Леорика. Урон. Уединенные покои. Вот здесь упавший звен. Но там незнакомец. То есть это не камень. Это человек. Да. Да. Точно. Я пришел чтобы предупредить вас. Тьма. Тьма приближается. Я должен я не помню. Успокойся. Пойдем со мной. Значит упал с неба человек и он пришел чтобы нас предупредить. Но он забыл. Он все позабыл и надо ну понятно отвезти его к Декарту Кайна. знает что с ним делать. Отвезти его к Декарту Кайна. Упавшая звезда человек. Просто человек. Но связано ли его падение с моей миссией? Отведу его к старому ученому. Он может что-то знать. о том что знает старый ученый мы узнаем в следующей серии друзья. Оставайтесь со мной. До скорой встречи. Пока друзья. субтитры